ЗАПЛАТИ НАЛОГИ И СПИ СПОКОЙНО ЗАПЛАЧИВАЮТЬ НАЛОГИ? Ну, этот год ничем, наверное, не отличается от всех предыдущих. Активность пока остается... То есть тянут до последнего, что называется? Да, конечно. Мы на сегодня где-то, наверное, процентов 35, приближаемся к 40 по тем суммам, которые исчислили в текущем году. Но потом, к концу года, к декабрю, как-то вот скорость наверстывает? Ну, как правило, процентов 80 платят, не дожидаясь того, чтобы мы вынесли требования и отправили информацию судебным приставам. То есть где-то к концу года подбираемся ближе к 90 даже процентов. Но стоит, наверное, отметить, что все же от уплаты налогов не убежать, да, и есть определенные воздействия. Фактически невозможно. Понятно, что основные мероприятия проводят судебные приставы, если мы говорим о физических лицах. А у них-то, собственно говоря, достаточно широкий спектр возможностей. Вплоть до невыпуска в поездку за границу, не говоря уже о том, что они принудительно со счетов могут снимать какие-то средства. Или арестовывать имущество. Я знаю, что есть определенные нововведения по оплате налогов. Давайте тоже о них поговорим подробнее. Ну, самое, наверное, такое, что многих заинтриговало, заинтересовало. Мы в этом году впервые, то есть Алтайский край был одним из последних регионов, перешли на исчисление налогов от кадастровой стоимости. Мы раньше их исчисляли от инвентарной стоимости, которую давала БТИ. А они перестали это делать с 2012 года. И поэтому мы, например, имущество, которое приобреталось гражданами, ну, квартиры мы говорим о них, да, то есть налог на имущество физических лиц. Вот они с 2012 года кто приобретал, они налоги не платили до текущего года. И получается сейчас, когда мы исчислили по кадастровой стоимости, у нас более 28 тысяч объектов добавилось. У нас сейчас где-то чуть больше 900 тысяч граждан, плательщиков налога на имущество физических лиц. То есть, получается, жители новостроек, которые были сданы в эксплуатацию в 2012 году, не платили налоги по сей день? Ну да. Ну, если говоря образно, мы не говорим там конкретных дат, ну, говорю, но по сегодняшний момент. Да, совершенно верно. То есть им не исчислялись и не направлялись уведомления, то есть они до сих пор по этому вопросу не сталкивались с государством, с налоговой службой. То есть впервые они получают вот эти уведомления на госуслугах или, может быть, почтой. Да, да, да. Как интересно реагируют? Ну, по-разному. Хотя законодатель, конечно, позаботился о том, чтобы не было такого культурного, назовем это, шока. То есть на самом деле сумма, которая исчисляется, она идет с коэффициентом 0,2. То есть если мы умножим кадастровую стоимость на ставку, то еще в пять раз этот платеж уменьшается в первый год, в следующий год это будет коэффициент 0,4, ну и так далее потихонечку. То есть это касается всех тех, у кого сумма исчисленного налога больше, нежели она была от инвентарной стоимости, и тех, кто впервые платит в этом году. Это порядка, наверное, ну, чуть больше 20 тысяч граждан. Ну, все же это справедливо. Скажу, как человек, который живет в Хрущевке. Ну, честно говоря, этот вопрос неоднократно задавался, в том числе депутатам, ЗАГСобрания и правительству. Ну, вот последний срок был прошлый год, когда необходимо было провести все работы, принять соответствующие решения. И в этом году мы уже исчислили, направили уведомления. Мы направили уведомления чуть больше одного миллиона граждан наших. Это вошли туда начисления по налогу на имущество физических лиц, вот то, о чем мы говорим. По квартирам, там, домам и так далее. По земельному налогу и по транспортному налогу, это если есть автомобиль. То есть все три налога входят в одно уведомление. И в этом же уведомлении мы еще исчисляем, если вдруг гражданин получил доход, который не был задекларирован. То есть мы самостоятельно тоже его исчисляем. И, собственно говоря, в это уведомление ставим. Но сейчас не об этом. То есть сейчас конкретно мы говорим про те налоги, которые гражданин платит со своего имущества. Таких налогов три у нас в Алтайском крае. Земельные, имущественные и транспортные. И до не позднее 1 декабря необходимо уже эту сумму заплатить. Мы на самом деле уведомления разослали всем. И, как я уже говорил, это порядка миллиона граждан. А 300 тысяч из них получили в личный кабинет. То есть есть такой сервис у Федеральной налоговой службы. Мы туда направили эти документы. И эти граждане по почте не получат совершенно ничего. То есть необходимо активнее пользоваться электронными сервисами. Ну, если говорить о транспортном налоге, он, наверное, самый интересный и самый обсуждаемый у автомобилистов, когда мы вспоминаем о разбитых дорогах. И всегда возмущаемся. Вот мы налоги тратим, а дорог нет вроде как. Ну, да, вы верно подметили. Он мало того, что самый обсуждаемый, он, в общем-то, в масштабе и самый большой. То есть мы исчислили 3 миллиарда 800 миллионов. Из них 2 миллиарда с небольшим, там, с приростом где-то на 50 миллионов к прошлому году, это транспортный налог. Платят его у нас в регионе порядка 500 тысяч граждан по 700 с лишним тысячам автомобилей. И тут еще интересная, наверное, такая цифра. У нас достаточно много льготников. А вообще львиная доля автомобилей до 150 лошадиных сил. А льготников у нас свыше 110 тысяч. А это значит, льгота дается, освобождается там определенной категории до 100 лошадиных сил. То есть, в принципе, достаточно большая категория льготируется. В нашем регионе транспортный налог, если в сравнении с другими, он на каком уровне? Самый высокий или достаточно стабильный? Ну, вы знаете, скажем так, ну, на мой взгляд, достаточно ровная температура по больнице. Таких выпадающих прям регионов, где определенные категории граждан фактически чуть ли не в полном объеме льготируются, то есть, нулевая ставка, да, там еще где-то, их нет. То есть, везде по-разному подходит. Вернее, в целом, какие-то отдельные такие категории выпадают, но в целом, ну, примерно одинаково. Ну, и кто назначает, то есть, как бы, вот эти все... Регионы. То есть, регионы, именно поэтому такая возможная разница. Да, конечно. Ну, давайте от частных лиц перейдем к юридическим, которые вот наши предприниматели и так хлебнули, извините, из-за сложности определенных в жизни. Не так давно им ввели вот эти онлайн-кассы. Все ли установили их? Ну, не скажем, что не так давно вообще активная компания по подключению к электронным ККТ, так называется, да, новые кассы, с 16-го года идет. Сначала мы помним, там, крупные организации подключили. 16-го, оказалось, не так давно. Это, может быть, массово и... Да, но шли разные категории. Самое последнее, как раз в этом году, в середине года был срок, 1 июля должны были подключиться уже самые мелкие там предприниматели. Ну, вот, видимо, поэтому шум-то и был в то время. Ну, это самая большая масштабная категория. То есть до 1 июля они должны были определиться, стать самозанятым или завести кассу, потому что категории, освобожденные от контрольно-кассовой техники, их очень мало. То есть раньше, конечно, перечень был гораздо больше, когда был там в десятых годах. Сейчас он сильно сужен, и поэтому очень много людей должны были... Для сравнения, то есть у нас было 7 тысяч предпринимателей и юрлиц, которые регистрировали порядка 19 тысяч ККТ. Это состояние 16-го года. То есть на сегодня у нас 53 тысячи кассы и 28 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц имеют. И еще мы оцениваем где-то примерно, наверное, в пределах 10 тысяч тех людей, которые пока от нас прячутся. Ну, по большому счету... Прячутся. Каким образом у них это получается? Вот интересно. Ну, мы же видим, да, скажем так, человек осуществлял определенную деятельность. Мы видим коды, виды этой деятельности, видим его счета, понимаем, что у него проходили какие-то средства. Мы видим, что он с 1 июля должен был приобрести ККТ и уже начать ее зарегистрировать и работать, а этого нет. Мы направили порядка 8,5 тысячам таких граждан, идентифицировали их, направили им соответствующие уведомления, получили обратную связь в пределах. Там 1800 граждан откликнулись, ну, из них 1000 заявились о том, что они только работают через расчетные счета, соответственно, не используют наличные денежные средства и карты платежные. Значит, кто-то снялся с учета, кто-то перешел на самозанятых. Но, по большому счету, мы еще оцениваем где-то 7 тысяч в пределах рисков. То есть мы, естественно, с ними работаем и продолжаем эту работу. Ну, а если все же вот эта работа не дает положительных результатов, каким-то образом наказывают? Ну, штраф сначала один, потом другой, потом, конечно же, ходатайство в суд. А потом этот предприниматель становится самозанятым. Ну, тоже как бы и с таким мы сталкивались. Ну, наблюдается такая же тенденция, правда? Ну, видите, сам по себе режим самозанятых для того и был придуман, чтобы облегчить людям, которые, в принципе, заняты бизнесом на самообеспечение, там, в пределах 2 миллионов 400 тысяч. То есть доход не превышает. Ну, зачем он будет заниматься, скажем, взаимодействием с налоговой? Скачал приложение, пожалуйста, и спокойненько там бей чеки и живи спокойно. А в отношении контрольно-кассовой техники там, конечно же, больше ответственности, больше контроля, серьезнее подход в администрировании. То есть, например, взять эти проекты, которыми мы последние, наверное, полгода занимаемся общепит, так называемые рынки, может быть, уже даже слышали такое нет. Рынки? Да. Слышали. Что бабушка, которая собрала горстку малины, чтобы просто съесть, а стаканчик, который ей уже не нужен и продает, вот за это она уже должна нести ответственность. Ну, тут как бы, конечно... И связала носки на продажу, и тоже должна заплатить. Но, как бы, может быть, люди от безграмотности это обсуждают в интернете, но так или иначе периодически вот такие истории появляются. Ну, не все так на самом деле. То есть, торговля с приусадебных участков там и так далее, она в данный момент, ну, по крайней мере, мы сейчас говорим про кассы, да. Ну, да, про кассы. Никакой кассы не нужно. Естественно. Это совершенно точно. Касса нужна тем, кто ведет профессиональную деятельность предпринимателя, там торгует на рынках. Опять же, а там же основная проблема в чем? Они до текущего года не должны были иметь ККТ. У нас был такой налог на вмененный доход, единый налог на вмененный доход. И где-то с конца нулевых годов, да, там пришло освобождение. То есть, в свое время тоже кассы должны были иметь все. А в конце нулевых отменили это решение, и люди фактически 10-11 лет работали без этого аппарата. Но и возможности администрирования этого вида, скажем, контроля были совершенно другие. Сейчас сервера там и технологические возможности позволяют каждый платеж учитывать. Соответственно, государство заинтересовано в том, чтобы наличное денежное обращение было, в общем-то, находилось в сфере его контроля. И поэтому были проведены работы по подключению к электронным кассам абсолютно всех. То есть, у нас, как я уже говорил, очень маленькая категория выпадает. И, соответственно, самый большой сегмент – это розничная торговля, в том числе на рынках. Соответственно, это масштабный пласт граждан, и с ними мы, конечно же, отрабатываем. Отрабатываем деликатно. У нас по рынкам за последние полгода прошло порядка 500 с лишним проверок. При этом мы штрафов выписали где-то всего лишь на 400 тысяч. И, ну, это очень мало на самом деле. Просто, чтобы было понятно, больше 500 проверок и 450 предупреждений. Штрафами отделались 80 граждан, которые, в принципе, оказались, видимо, ну, не совсем адекватно настроенными по выполнению своих обязанностей. Ну, вот мы с вами говорим о контроле, о штрафах, о наказании всевозможном. А помощь-то есть? Будет? Ведь сфера бизнеса сейчас… Ну, мало того, что да, сфера бизнеса, еще как бы и время-то такое. Мы в прошлом году картинку-то эту посмотрели, да. И, в принципе, по поручению президента были разработаны так называемые антиковидные меры, да. Именно денежные, я сейчас не говорю в отношении там физических лиц, мы говорим про предпринимателей. То есть мы выплатили более чем 15 тысячам предпринимателей и юридических лиц по их 50 тысячам работников, да, субсидии. То есть за два месяца там на одного работника там 12 с половиной с небольшим тысяч рублей. И, соответственно, эти же решения приняты сейчас. То есть поскольку мы входили, например, в период нерабочих дней, в начале ноября, да, соответственно, было постановление правительства, по которому также предусмотрена субсидия. Приблизительно той же самой категории организации предпринимателей, то есть есть соответствующие постановления, где перечень видов деятельности перечислены. Но уже сейчас имеем больше двух с половиной тысяч заявлений. Выплаты начнутся с 15 ноября и проделятся весь декабрь. Где можно оформить, посмотреть, что необходимо для этого? Самое простое, самое вот вообще легкое, зайти на сайт Федеральной налоговой службы, там вот такая кнопка, скажем, с полуэкрана баннера, и там конкретно можно нажать ее, вписать свой НН, и тебе будет показано, то есть... Расчет сразу, да? Причитается ли тебе субсидия или нет. То есть, и, соответственно, дальше ты можешь пройти в личный кабинет и заполнить соответствующее заявление. То есть предельно упрощена процедура, но люди пытаются по старинке, берут бумагу, распечатывают, не ту форму, не тот вид деятельности смотрят. То есть вы советуете все же в электронном виде? Я считаю, что это облегчит вообще в том числе и муки хождения, тем более сейчас приемы мы тоже ограничиваем в связи с эпид-обстановкой. Работать через электронный портал Федеральной налоговой службы достаточно удобно, и, мне кажется, переплюнет вообще любые возможности частного приема. Поэтому пускай я всех призываю. То есть если вы предполагаете, что относитесь к категории, которая пострадала наиболее большим образом от этих всех наших противоковидных мероприятий, перестановок и так далее, заходите, проверяйте, пишите свой ИНН, узнавайте, читается ли вам субсидия или нет. Хорошо, что частные приемы еще у нас не отменили. Есть возможность встречаться лично. Спасибо, что пришли к нам в студию. Мы просили, поскольку тема действительно такая достаточно щепетильная, мы сегодня затронули, причем даже три. Спасибо большое. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях был Юрий Куриленко, руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю.